Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Get Even. Начал я практически там же, где и закончил, только не стал телепортироваться в общую комнату, потому что я очутился в психушке и, как мне кажется, пару вещей здесь еще не нашел, да и к тому же я увидел выход вниз и какой-то странный красный силуэт по карте где же он вот он я хочу проверить если что-то интересное будет я вам покажу если нет я просто вернусь в общую комнату и оттуда буду искать какие-нибудь улики что ж поехали дальше долго искать не пришлось сеанс и терапии это прямо выхода вот и второй листочек я думаю по карте вы видите где тут кто-то пишет что постоянно видит повелителя кукол и уже устал от него запись здесь врач разговаривает с пациентом пациент жалуется что лишился одной ноги а вот и еще одна какая-то история болезни вот врач отрезал ему ногу и предлагает воссоединиться им вместе видимо отрезать вторую так кто нас тут ты какой-то странный блин каждый раз что-то новое происходит никто не кинется здесь пациент рассуждает повелителя кукол что здесь все военнопленные бывшие сообщения он сломлен из-за тебя это дело было его спасением нашим спасением мы хотели вырваться на свободу и спокойно жить ты еще кто у тебя этикетка той самой компании что ты мне просишь лом так что у нас тут но здесь про этого пациента он действительно после тех событий сверкнулся блин может стоит попробовать давай только попробуй рэдстон и номер он ютю и цель из ну давай не дури так вентиляция смотри мне я тебя не боюсь блин сколько много интересного я здесь уже нашел я не хотел спускаться ну давай попробуй ты псих не что не трогал так можно осмотреться уже это у нас что тут опять про повелителя кукол то этот дикей д.к. который пишет эти записки в бандане откуда их понабрали этих психов во я нашел выход куда же меня ведет этой тропа вот это кто привет так у меня есть фонарик ладно осмотримся и ты здесь давно тебя не видел вот еще истории большой джон может быть где-то здесь я найду картинку про рада которая связана с ним зачем кукле очки кто-то спил их здесь тут нет никого начал выпрыгнет на меня на ведь ты не книшься ладно пробуем зайти слишком тихо очень интересно то есть я могу просто осмотреться в реальности д.к. вот он дэвид кейн скорее всего а нет джон китинг еще есть блин а запутано двух не хватает что-то мне подсказывает что один из этих пациентов я так слишком много всего но здесь пишется что кто-то шил из человеческой кожи из человеческих останков одежду крыска крыска это не страшно а вот силуэт нарисованный кровью это уже жутковато еще и кровью кого-то блин сколько тут всего или может мне так кажется просто ты у нас кто так так это же та девчонка блэк рэмзи грейс джаспер роуз постойте пациент 219 то он был там блин может это я был что-то проясняется хотя я больше путаюсь так там я был остается только сюда кто то есть а мне есть пистолет я тебя не боюсь где ты где ты опять ты аааааааааааааааа маленький пакет Хорошо, я тебя понял. Опять загадка, которую я буду недолго разгадывать, но вы этого не увидите. Тебе водичку включить, да без проблем. Так, а вон туда я почему-то не пошел. Жалко. Видимо, в следующий раз. Так, я, пожалуй, смотрю сначала, чтобы сюда не возвращаться. А потом включу тебе воду. Какое-то знакомое место. Сообщение? Я все еще жду, котенок. Поверни вентиле, мне нужна водичка. Вот и жди, раз ждешь. А я осмотрюсь. Тут много чего интересного. Здесь говорится, что мозг поврежден. Есть шанс узнать, что случилось с Грейс. Может быть, это обо мне? Что-то мне подсказывает, что это да, обо мне. Что у нас тут? Гимпад начинает вибрировать, когда что-то, что-то близко, что-то интересное. Леонора Рэмзи? Жена того. Опять сообщение. Непонятно, что это такое. Схема соединения серверов. Цифры. Блин, надеюсь, это не загадка. Что тут? Здесь про какой-то прототип. Который в десять раз мощнее предыдущего. Не все так просто. Видимо, сюда еще придется подняться. Так. Вот это интересно. Это что у нас? Свидетельство? Да. Копия свидетельства о рождении Грейс. Это была дочка Рэмзи. То есть... И Рэмзи был отцом. И здесь была его мать. Что тут? Ну, это, видимо, сам Рэмзи отставил сообщение. Говорит, я сам разберусь во всем. Чтоб жена его простила. Видимо, это уже после событий. Да? Ладно. Сюда я еще вернусь. Пойдем нажмем. Тут выключатель. Точнее, вентиль. Еще и здесь. Интересная загадка. Ладно. Поехали. Я тебе понял. Нужно всего лишь включить все видели. Ты не подкидываешь постоянно загадки. Разве нельзя без этого? Так, я не понял. Вот труба. Ага, вот она дальше идет. Сюда она возвращается, значит. Так, вот она. Привет, опять следите за мной. Ага. Это было легко. Куда дальше? Куда дальше? все псих забегал засуетился ты ведь не прыгнешь на меня пропусти меня просто опять платье что ж поехали дальше куда ты меня пустил что люди интересно есть в этом месте здесь вот просит роберта рэмзи чтобы он поторопился потому что устройство должно выйти на рынок здесь про меня оказывается я расследовал дело грейс и у меня какие-то пропал провалы виртуальной реальности типа глюки или что такое интересно здесь говорится что я был на месте прессе происшествия через два часа после убийства джаспера прада и не удивляется что этом делах хотя сам удивляюсь надо она мне было что это было наверно про эти провалы говорилось блин опять чужие воспоминания вы не всего лишь хотел спуститься поискать два листочка тут целый сюжетный поворот чем стаффу times in the last three hours she will not stop please can you take a они талай down from a moment шоу прессовый критик и деды с теги то а час не талай down блин может быть это роберт роберт рэмзи и его жена блин пока непонятно ну да вот роберт рэмзи что здесь здесь написано что 13 детей и 35-летние учительницы погибли в автокатастрофе леонора грей на автобусе не ехали на автобусе как это связано к плохо понимаю это воспоминание роберта рэмзи ну как я не понимаю грейс это их дочка гора пи айсти и нейро сайта сфин кайкин манитет так детская диван кухнях давайте сначала девочки сходим а вот Смотри, она пытается говорить с тобой. Адельные мозги я понимаю. Но это... Это просто инсцессантно, инкохерентость. Что ты делаешь? Я, типа, сделал выбор, да? Вместо дивана выбрал девочку. И туда мне уже не пройти. Диван. Детское. Что это за место? Часы. Вот он, этот звук. Что ты хочешь, чтобы я туда пошел? Угу. Все-таки у меня есть варианты. А нет, он не хочет меня пускать дальше. Ладно, пойдем в детскую. Итак. Что у нас тут? Ну вот и собачка. А где девочка? Так что доктор сказал, что мама не может отличить между прошлым и прошлым. Все все вместе. Какой человек может забрать так много? Почему они не могут помочь ее? Помните? Твоя мама? Видимо, да. Видимо, да. Ханни. Ты там? Мы нужны тебя за минуту. Ох, что я не даду за один секунду, только с моими думками. Один богатый секунду. Да ладно тебе, не психуй. Это семья. Семья важнее всего. Куда же ты меня звала? Опять сюда? Нет. Наверное, все-таки можно нажать. Ну давай, веди меня дальше. Мы с воспоминанием как-то связаны с воспоминаниями Рэмзи. С воспоминаниями Грейс. Джаспера. В один момент она хотела знать, почему я не была в школе. В следующем она плачет и плачет о своем сыне, который никогда не приходит сюда. Ты был там каждый день. Если она вспомнила или нет, ты был там для нее. Как можно просто забывать человека? Я должен был бы помогать ее вспомнить. Я должен был бы придумать эту технологию. Я должен был бы придумать эту технологию. Она очень любила тебя. Очень любила тебя. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Мама. Почему она так грустная? Он беспокоит о твоей бабе, моя любовь. Он просто беспокоит. Это все. Я всего лишь спустился за знаменами с точками, которыми я не нашел. А то такое развитие. Что за звук? Роберт? 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 Роза Аткинс. Я реально не вижу, почему ты hired this one. Она никогда не знает, где ты. Она никогда не знает, где ты. Она не поставит тебя на телефоне. Она хорошая ассистентка, Ленор. Большое потенциал. Дай ей время. Я уверен, что ты ее спустил. Просто... Держи на руках, пожалуйста, я не верю ей. Грейс сказал, что ты просил вам помочь с ее научной работой. О, черт. Я просто... Ты можешь помочь ей сегодня? Ты можешь. Хорошо. Я уже получил эту презентацию первое утро. Я действительно чувствую, что я на вере с этим. Это бы так значило нам, для семьи. Ты понимаешь, да? Так, это воспоминания Роберта. Леонора. Как я с этим связан? Я не понимаю. Надо разобраться во всем. Когда деда домой? Бог знает, мой любимый. Может быть, мы должны спросить Розе Аткинсу, когда он будет дома. Может быть, она даже установит нас поздравление. Ты не любишь ее? Я не верю ей. Да. Или ты не верю от папы? Я не упаду. Все? Наболтались? Давайте, выпускайте меня уже отсюда. Роберта, слушай. Я не волнуй. Ты имеешь Грейс, и потому что ты имеешь Ленор. Но ты тоже имеешь меня. И я не буду ни путь. и вам пилом бифу граждан ясно с тобой роберт антил дэнди анни секретарша вот у меня из памяти вылетела как роуз связано с нами возвращаемся those memories the use of those memories belong to you is entirely irrelevant they do not contain the answers we're looking for just me i was not the time to start thinking black nobody cares about whatever series you may have dreamed of and that little brain of yours now is the time to do as I say now is the time to get out of me кажется рыд это и есть рэнзи если я его воспоминания чухаю блин блин до чего все запутано так здесь я был да да здесь я был там я вышел сюда здесь мне вырубила что ж надо осмотреться до конца и вернуться и может это леонора голос голос по-женски может она специально сделала голос мужским чтобы убить роуз не знаю пока не понимаю но я послушаю почитаю расскажу вам сейчас все наверно поехали ну тут же аспер разговаривает рассказывает про роуз говорит она умела отрываться тут кто-то говорит что нашли место новое и три недели у них может быть это как раз про рэда что у него три недели чтобы выкопать из меня все но здесь роуз оставляет сообщение джаспера что он пропал чтобы перестал дурить и готовился к важному дню читаем что здесь написано все начнется завтра а что начнется нужен спутниковый снимок его дома чьего кто-то болтает будьте осторожны вы не слышите да так это у нас что 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 джаспер дело в том здании за два дня до похищения грейс кто-то предполагает про фонда россу новый человек он говорит с джаспером говорит не облажаться но здесь кто-то просит большие деньги за новый микрофон что ж новый микрофон мне бы тоже пригодился давайте переместимся куда куда нам ведут вы хотите чтобы я их нашел ну куда меня телепортировали опять на склад ладно ребята буду разбираться с этим завтра потому что я немного устал уже я хотел сделать одну а получилось немножко другой причем на целую серию что ж подписывайтесь ждите следующее видео думаю скоро продолжим всем пока